Елена Дропека Елена Дропека Елена Дропека Здравствуйте, Вера Здравствуйте, Яков Николаевич А фильм «Азорь здесь тихий» сами часто пересматриваете? Ну нет, конечно. Я знаю каждый кадр этого фильма, очень много ездила с этим фильмом на творческие встречи, но смотрю редко, да и вообще кино редко смотрю. Я в основном смотрю политические передачи последние годы. А как произошло перерождение актрисы в политического деятеля? И в принципе, кем вы себя больше считаете? Актрисой или политиком? В данный момент, конечно, политиком. Потому что вот уже 20 лет, с тех пор, как рухнул Советский Союз, я пытаюсь спасти то, что было главным завоеванием. На мой взгляд, это систему социальной защиты и социального равенства людей. Я не согласна с тем, что разрушилась моя страна и разрушились идеалы дружбы народов, взаимопомощи людей, чувство победителей, народа-победителя, который победил во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Я с этим не согласилась сразу и начала заниматься политикой. Я была вице-президентом гильдии актеров кино Советского Союза, членом Центрального комитета профсоюза работников культуры. А вот после 1991 года я стала руководителем организации «Духовное наследие Родины», которая объединила очень известных людей. Игорь Игоревич Горбачев, народный артист, и Валерий Гаврилин, композитор, и Любовь Иролайнен, актриса. Многие люди объединились под знаменами сохранения традиционных традиций национальных, культурных традиций, духовных традиций. И как член духовного наследия я вошла в Государственную Думу, в список Народно-Патриотического Союза России. Вот с тех пор и занимаюсь. В Мурманске Елену Дропега тоже привела политика и культура. Депутат Госдумы, общественный политический деятель, советская российская актриса встретилась с коллективом Мурманского художественного музея и рассказала о грядущих изменениях в сфере законодательства о культуре, конкретно о проекте основы государственной культурной политики. Здесь пишется, что мы опираемся на традиционные духовные ценности народа. И вот это впервые зафиксировано в виде документа. Проект должен быть принят осенью этого года, который носит название Года культуры. Елена Дропега рассказала о перспективах развития этой сферы и поинтересовалась развитием культуры в Мурманской области. Общение с коллегами и людьми, которые занимаются проблемами развития культуры в России всегда очень интересное. По крайней мере, думаю, что сам даже описание такого жизненного пути нашей сегодняшней гости вообще очень показательно. На том, что нужно иметь свои убеждения, их поддерживать, развивать. И, в общем-то, основная цель это было то, чтобы все-таки и культура России развивалась, и сама Россия развивалась как большая передовая страна. Говоря о просвещении и об обучении подрастающего поколения, вы тоже воспитали свою дочь. А посоветуйте, пожалуйста, вот нашим, может быть, юным зрителям или родителям наших телезрителей, какие бы фильмы стоило бы посмотреть? Как-то в России пытались отобрать 100 лучших фильмов, которые рекомендовано было бы посмотреть учащимся. Вот что вы бы посоветовали? Ну, наверное, тот же список, который опубликовало Министерство культуры, потому что старые фильмы, они воспитывают доброту, и они, на самом деле, иногда бывают даже очень веселые, знаете, оптимистичные. Они заканчиваются победой добра, а стало быть, верой в то, что хорошая победит. Мне нравятся из современных, допустим, фильмов, сейчас скажу, как же он назывался, «Мы из будущего», и вся вот эта серия «Мы из будущего», хорошие фильмы, правда? Есть очень хорошие фильмы современные, а не только старые, которые тоже воспитывают в людях чувство добра и чувство собственного достоинства. А из старых какие вот ваши любимые? Из старых? И какие вы бы хотели показывать? Ну, вот какие вы показывали своей дочке? Дочке я показывала «Небесный тихоход», вернее, не я показывала, она сама нашла мою коллекцию старую, и прихожу, сидят на полу, смотрят на ковре, и мать говорит, какой клёвый мюзикл, сказала мне моя 18-летняя дочка про «Небесный тихоход». Совершенно замечательный фильм «Солдатами не рождаются», чудный, с хорошими актёрскими работами, с юмором. Ну, безусловно, фильм «Зорь здесь тихия», потому что он тоже добрый и с юмором, хотя тяжёлая картина, я сама вторую часть никак не могу пересмотреть. Возвращаясь к фильму «Азорь здесь тихия», вы, будучи ещё студенткой, попали в такой фильм, в такую картину, на вас обрушилась сразу же слава всесоюзная. Как вот удалось выдержать эту славу? Это, наверное, испытание для артиста, который только-только пошёл, только-только начал, первые ступеньки делает. Ну, мне очень повезло, умный режиссёр был, вообще группа съёмочная была очень хорошая, которые нам объяснили, что это не наша слава. Эта слава принадлежит тем девочкам, которые погибли за родину. И в нас люди видят героинь, как бы, и потом всю жизнь приходится выпрямлять спину, чтобы быть достойной этого образа, потому что что ты сделаешь, что ты скажешь, обязательно наложит отпечаток на то, что ты сыграл. Люди ведь смотрят на тебя и говорят, а ты кто? А ты какая, сыгравшая эту нашу любимую героину? И это дополнительная ответственность, такая моральная ответственность. Вот нам Ростоцкий, Станиславович, наш режиссёр, это объяснил, и как-то, вы знаете, стало легче, потому что все пережили славу, я считаю, очень достойно. Мои коллеги по фильму все стали замечательными людьми, не просто прекрасными актёрами, но и людьми необыкновенными. Ну, допустим, Ирина Шевчук, которая играла Осянину, нашего командира. О, девочки, рейтой идёт. Командир отделения Осянина. Наша Ирина Долганова была долгие годы депутатом Городского совета Нижнего Новгорода. Заслуженная артистка, работает в ведущем театре Нижнего Новгорода. Как по-немецки? Руки вверх. Хендехох. Точно. Про остроумову Ольгу я уж и не говорю. Она мало того, что потрясающая актриса, лариат государственной премии, уже не зазорья за любовь земную, фильм. Но очень активный человек. Недавно мы с ней проводили такую встречу, в которой присутствовали дипломаты. Праздновали, какой же 9 мая, что ли, было, для дипломатического корпуса. И вот Оля вышла и сказала, а ну-ка все поем Катюшу. И все эти дипломаты, которые сидели, знаете, в бабочках такие все, со всех стран, куда не деваться. Они все запели Катюшу, Оля завела зал. Хотя это не было согласовано с администрацией, там все репетировалось, да. Но в ней есть этот порыв и хулиганство до сих пор. И она очень такая заводная. Катя Маркова. Самая маленькая, четверточок, она же писательницей стала, у нее книг сколько вышло. По ее книгам уже снимают фильмы, сериалы. Так что хорошие у нас девушки получились. Из Азори здесь тихие. Из фильма Азори здесь тихие. Но вот всю жизнь, вы знаете, мы, это не слава, когда тебя разрывают на куски поклонники. А это все-таки ответственность. Потому что люди так любят наш фильм и наши героини. И когда глядят на нас, они же не их видят в нас, понимаете. Что нам приходится всю жизнь вот быть достойными, что ли. Я всю жизнь слышу за спиной шепот. Смотри, смотри, вон пошла, которая в болоте утопла. А есть что-то общее между персонажами и вами? И вам приходилось, может быть, себя ломать и вживаться в роль? Или вот вы себя играли? Нет, внутренне я, наверное, похожа на Лизу Бричкину. Но я такая же, ну такая, у вас в случае молодости, была очень романтичная. Такая верящая в чудо. А внешне я сама горожанка, офицерская дочка. Я ни в какой деревне не жила, поэтому пришлось вот этот выговор, веснушки, походку, пластику. Вот это все мы, так сказать, для роли сделали. А внутренне, внутренне, наверное, я до сих пор немножко на Лизу Бричкину похожа. Она ведь была очень мечтательная. Может быть, из-за этого и погибла, что верила в духов-то болотных. Испугалась поэтому. И очень хотела помочь товарищам. Побежала-то спасать. А что у нас есть очень много общего. Я думаю, что если бы Лиза Бричкина выжила и выучилась, как она собиралась, она бы, может, тоже стала депутатом Государственной Думы. И как я бы вот сейчас билась за бюджет, за права, за справедливость, за культуру. Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиз. Обязательно верь. Может, верно, счастье-то рядом ходит. И придет он к тебе за мной. А фронтовая атмосфера, вот насколько она ощущалась на съемках этого фильма? Ведь Ростоцкий, он сам фронтовик и инвалид войны. Вот он вам какие-то, может, истории рассказывал, напутствовал, лучил как надо. Рассказывал, да, рассказывал истории и привозил фронтовиков. И Борис Васильев приезжал к нам на съемки и тоже рассказывал истории. Пленку с хроникой мы смотрели в «Военных вред». Вот это страшно, потому что настоящая война, она ведь очень кровавая, некрасивая, жестокая, понимаете. Такая в фильме все немножко более возвышенная, это романтическая трагедия. Но рассказывал, да, всякие истории. У него была история с женщиной, которая его спасла во время войны. Вытащила его из поля боя, у него легкая была пробита, нога оторвана. И она его на себе несколько километров тащила до приемного, как это, пункта, вот этого санитарного. Он после войны ее нашел, и они дружили всю жизнь. Так что вот такая вот история «Женщины на войне». Поэтому Ростовский всегда говорил, я должен женщинам, все и моей жизнью. Спасла меня же, родила меня женщина, спасла меня женщина. И вот у него фильмы были, помните, на «Семи ветрах» фильм о женщине на войне. А «Зори здесь тихий» о женщине на войне. «Майские звезды» был такой чудный фильм Тихонов. И это совместный чешский, по-моему, фильм был там чудный, тоже актриса. Так что он был такой немножко романтик, хотя знал войну настоящую. Но всю жизнь пронес в себе вот это ощущение возвышенного отношения к женщине, благодарности к ней, за то, что она, превозмогая боль, кровь и ужасы, она облагораживает людей, жизнь. И потом рассказывает сказки своим детям о войне, о мире, о добре, о зле. Вот это наша функция женская. Какие ваши роли, которые вы играли впоследствии, может быть, не то, что могут сравниться, но также для вас дорогие? Я уже говорила про фильм «Вечный зов». Хотя это отрицательный персонаж Верка Енётина, но очень интересно было работать, потому что замечательный актерский коллектив, 30 ролей, каждую роль сыграл потрясающий актер. Очень интересные режиссеры Коснопольские Усков, талантливейший. Вот. И очень хороший материал такой драматургический. И мне очень нравилась эта моя работа, Вера Енётина. Ну, кроме того, я там такая красивая. Ещё был фильм «Полынь трава горькая», который, на мой взгляд, незаслуженно забыт, потому что фильм очень хороший, но попал на пик перестройки и не прозвучал поэтому. Ну, и есть ещё несколько фильмов, которые я люблю, там «Безотцовщина» фильм. Такая одна из первых советских мелодрам. Я довольно много сыграла комедийных персонажей. «Одиноким предоставляется общежитие», «Живите в радости», «Свой парень», «Окно в Париж» Юрия Мамина, «Горько» Юрия Мамина. Вот недавно снялась в фильме «Смерть Пенсны» или «Наш Чехов». Так что «Женский день», вот последняя картина на НТВ, мы работали по заказу НТВ. Так что у меня довольно много комедийных ролей. Я даже на эстраде, когда меня приглашают что-нибудь исполнить, да, как артистке, я читаю смешные рассказы. А можно нам фрагмент? Не знаю, какой фрагмент из рассказов? Вот что захотите. Фрагмент из рассказа смешного или фрагмент из какой-то речи героини. Тоже, который вы считаете такой? Однажды мужчины стали выяснять, что же это такое женщина. По-моему, сказал первый, «Женщина эта, да при одном слове настоящие мужчины должны вставать». «Сиди ты», – сказал ему второй, «они и так дольше нас живут». А я где-то читал, сказал третий, что «Женщина эта, ну это, гений чистой красоты». «А», – сказал четвертый, «сам так ни в жизнь не постираешь». «Да нет», – сказал пятый, «женщина эта, глаза, губы, волосы». «Да», – сказал шестой, «это повезло тебе». «И так», – сказал последний, «что же мы получили в итоге?» «И стало тихо, и в тишине стало слышно, как женщины выясняют, а что же это такое мужчина». «По-моему», – сказала первая, «мужчина». «Мужчина – это мой муж». «Да?» «А в общем, правильно», – сказала ей вторая, «твой муж – мужчина». «Девочки, девочки, 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 мужчина – это прежде всего сильный дух». «Точно, дух от его, особенно по субботам». «А мне все равно, лишь бы женился». «Да нет, мужчина, мужчина – это, в принципе, та же женщина, у которой от безделья произошла перестройка организма». «Ой, что вы, что вы, что вы, что вы, что вы, мужчина, мужчина – это, когда ничего такого ему не позволяешь, а потом – раз, и появляется ребенок. И вот тут появился ребенок и сказал, «Вэйсина, Вэйсина – это мама, а мой сина – это папа, а вы все дураки». И он был абсолютно прав. «Спасибо». «Концерт окончен». «Скажите, пожалуйста, вы сейчас тоже продолжаете играть?» «Да, вот как раз сейчас я снимаюсь в 20-серийном фильме под названием «Шаманка». Играю маму главной героини. Ну, кого я могу сейчас играть?» «Только маму, бабушку, тетку». «Как раз персонаж не комедийный, она такая добрая, умная и вполне такая приятная женщина». «Есть будущее у российского кинематографа? Куда мы идем?» «Мы идем в светлое будущее». «Конечно, есть». «Спасибо, что вы приехали в Мурманскую область, в Мурманск и встретились с нами, делили время». «Спасибо». Это была программа «Проще говоря». Смотрите каждый понедельник на телеканале «Арктик ТВ». «Арктик ТВ». Продолжение следует...